Исполнение бюджета за 9 месяцев текущего года рассмотрели на заседании регионального правительства. Доходы областной казны за этот период составили 53 миллиарда рублей, а расходы – 51 миллиард. Обо всех итогах финансовой политики расскажет Наталья Чекет. Основные направления расходов областного бюджета – это строительство в регионе учреждений здравоохранения, образования, спорта и культуры. Наиболее значимые объекты среди них – детская областная клиническая больница, очистные и водозаборные сооружения, новое жилье для переселения граждан из аварийных домов, создание модульных ФАПов. Во время заседания губернатор отметил позитивные тенденции в бюджетном процессе. И первостепенной задачей для исполнительных органов Игорь Руденя назвал эффективное использование финансовых ресурсов, в том числе при реализации национальных проектов. Доходная часть бюджета Тескобласти выполнена, и у нас даже есть небольшой плюс. Что касается расходов, действительно необходимо ускориться. Мы видим, что самое острое направление – это строительство учреждений образования, школьного и дошкольного. Второй блок, очень серьезный – это жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование. Глава региона поставил задачу областному Минфину усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах мероприятий. Кроме того, на заседании правительства Игорь Руденя сообщил об увольнении Дениса Беленко с должности исполняющего обязанности министра строительства Тверской области. Поводом послужили низкие темпы реконструкции ДК «Шахтер» в Нелидове. Это решение напомнило чиновникам о принципах кадровой политики главы региона. Часть людей отстранена от работы за невыполнение показателей, поэтому сейчас мы ставим месяц для руководителей министерств и, собственно, муниципальных образований, для того, чтобы были собраны документы уже по выполненным работам, либо повышенные темпы работы по направлению расходования средств, то есть вложения средств в региональную экономику. Недавно в Верхневолжье учредили премию за выдающиеся достижения в области науки и техники. Награда будет присуждаться за результаты в научно-исследовательской работе, разработке образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области. Основными критериями при выборе победителей станут результаты интеллектуальной деятельности и внедрения разработок на предприятиях массового производства. Премия очень интересная. Это молодым ученым, молодым аспирантам, молодым студентам. Там четыре номинации, причем они самые разные, практически охватывают все направления нашей жизни. Первые получатели новой награды будут определены уже до конца этого года. А со следующего года награждение победителей будет проходить накануне Дня России.